Друзья, здравствуйте, я рада вас приветствовать. Я Екатерина Головкова, руководитель проекта «Здоровое питание», который ведет Роспотребнадзор уже шестой год. И мы сегодня с вами встречаемся в прямом эфире в гостях у наших больших друзей Эндокринологического национального центра. И сегодня к нам в прямой эфир мы пригласили также нашего амбассадора, нашего эксперта, нашего большого друга проекта, директора Института детской эндокринологии Национального эндокринологического центра Минздрава России, педиатра, детского эндокринолога, доктора медицинских наук, профессора Ольгу Борисовну Безлепкину. Добрый день. Здравствуйте, Ольга Борисовна. Я так активно вас представляла, что немножко запуталась в ваших регалиях, но их такое количество, и все они абсолютно заслуженные, весомые и имеют, конечно, большое значение. Ольга Борисовна, мы с вами встречаемся, как я уже сказала, накануне Международного дня защиты детей, праздника, который посвящен вопросам благополучия, качества жизни детей во всем мире. Но, конечно, мы сегодня будем говорить о наших российских детях, наших любимых детях, у которых к завтрашнего дня, у большинства из них начинаются каникулы, и это три месяца впереди счастливой, беззаботной жизни, отдыха, от учебы, от родительского контроля, ну, я бы сказала так, в рамках возможного, от обязательств. И, конечно, все дети это ждут, родители тоже ждут, но с некоторым волнением. И это волнение зачастую связано с тем, как родители планируют отдых своего ребенка, с вопросами, чем накормить ребенка во время трехлетних месяцев, чтобы получить максимум пользы для организма. То есть, чтобы накопить витамины, и, кстати, большой вопрос, возможно ли это, чтобы зарядиться солнцем, витамином D, чтобы войти, с одной стороны, в разнообразный рацион питания за счет фруктов и овощей, которые, то, что называется, с огорода. Но, с другой стороны, летний период – это когда рацион, вернее, размеренность, привычная размеренность жизни идет то, что называется, в разнос. Дети позже ложатся, дети позже встают, дети хотят мороженого в неограниченном количестве. Вот как вообще все это совместить, чтобы ребенок и отдохнул, и сил набрался, и при этом это было качественное, разнообразное и безопасное питание. И получил солнечный свет, но при этом сохранил себя. Вот обо всем этом я хотела бы с вами переговорить. Если вы не против. Вы задали столько вопросов, что я забыла, с чего начали. Да, я хочу сказать, что помимо того, что завтра День защиты детей, этот год у нас вообще год семьи, объявленный президентом, поэтому с вниманием и ребенку, и семьи придает, ну, со всех, да, на всех уровнях. Мы говорим о том, что ребенок это важно, ребенок это не просто радость, ребенок это и ответственность. Конечно. Поэтому, безусловно, летнее время это очень ответственное время, в том числе и для родителей. И мы помним, в нашем детстве были различные пионерские, так называемые, лагеря, какие-то организованные... Организованный отдых детей. Организованный отдых детей. Сейчас, к счастью, это возрождается. Да. И, безусловно, очень хорошо, если ребенок хотя бы там на одну, а лучше на две смены, где-то побыл вместе со своими сверстниками. Там не только организованный отдых, там и различные активности, там дети готовят театрализованные выступления, проявляют как-то себя. То есть эмоциональная зарядка, но при этом психологическая разгрузка. Абсолютно, абсолютно точно. И плюс там, в общем-то, как бы мы того хотели или не хотели, там правильно организованное трех-, а то и четырехразовое питание. Все эти меню многократно проверены, одобрены, очень строгий контроль за всеми пищеблоками. Ну, Роспотребный отзор очень строгий контроль ведет, поэтому можно быть спокойным и уверенным. Абсолютно, да, которого вы являетесь. И там обязательно завтрак, обед, полдник, ужин. И, как правило, дети там едят очень хорошо, потому что у них очень высокая физическая активность. Ольга Борисовна, ну, знаете, есть вот, кстати, если вы начали прямо вот сначала с места карьеры в организованный, проорганизованный детский отдых, я тогда хотела бы вас спросить, зачастую родители с собой ребенку дают какие-то продукты, зачастую родители, если дни посещения детей возможны, привозят с собой некий набор продуктов, зачастую ребенок просит денег, чтобы на территории лагеря, если вдруг стоит какой-то вендинг, да, то есть там с водой или с каким-то печеньем, чтобы на месте докупать. Вот как вы относитесь к этому? Как мама, я прекрасно понимаю этих родителей, и сама, наверное, в родительские дни привозила бы им различные вкусняшки, но, в общем-то, острой необходимости в этом нет. Это желание родителей порадовать своего ребенка. Питание во всех этих организованных лагерях достаточное, и если ребенку не хватает вдруг питания, можно всегда попросить дополнительные какие-то порции, переговорить там с воспитателями, то есть ни один ребенок в детском лагере не страдает от голода, он может голодать только потому, что его физическая активность в эти дни подальшина. Или если ему не нравится. Не нравится, это другой вопрос. Да. Вот я хотела бы сказать, да, это тоже ведь очень актуально, что зачастую детям не нравится пища, которую им дают. Это имеет отношение и к школьному питанию, бесплатному, да, которое есть в школе. Это имеет отношение и к местам организованного отдыха для детей. Но мне кажется, ну, я так позволю, да, то есть вот со своей стороны, а вы как врач, если можно, добавить, ну, вот дополните, что зачастую, опять же, это связано с тем, что традиции семьи кушать, и что семья кушает, ребенок с этими привычками едет в лагерь. А в лагере есть история про то, что если это завтрак, то это должна быть каша на молоке или запеканки, или творожные, да, то есть или какие-то другие вещи. То есть яйца, омлет. Да, то есть согласно правильному рациону. И детям может не нравиться не потому, что это невкусно, а потому, что у них нет привычки к такой пище. Согласна, да. И как раз, возможно, вот такая правильная, но, в кавычках, невкусная, непривычная для ребенка еда, многих детей как раз есть повод пересмотреть, особенно для детей уже, ну, подростков, взрослых детей. Осознанного возраста, да. Да, да, да. Они многие, ну, я надеюсь, возвращаясь домой, будут рассказывать родителям, что вот о нас в лагере там на завтрак давали то, и там на обед это. То есть за этот 21 день поможет сформировать привычку? За 21 день можно только начать формировать привычку. Да, 21 день – это такая волшебная цифра, которая вот, от которой начинается привыкание к тому или иному. Но как пример, как положительный пример, я думаю, это стоит использовать, и особенно вот это регулярное питание. То есть это и завтрак, и второй завтрак, и обед, и так далее. Потому что дети, как правило, в обычной жизни, в школьной жизни питаются гораздо реже и гораздо менее, как бы, равномерно. И не завтракают. А завтрак как раз это самый основной прием пищи. А, кстати, объясните, почему? И что нужно кушать на завтрак? Потому что мы утром, любой человек, утром вставая, он запускает все свои метаболические процессы. То есть организм должен проснуться и начать работать. И обязательно нужно на завтрак и ребенку, и любому взрослому человеку употреблять белковую и углеводистую пищу, длинные углеводы. Это каши, это макароны, это из белков яйца, запеканка, творог в любом виде. Сырники, опять же, все именами любимые. Это считается бестселлер в нашей стране. И не только в нашей стране, в общем-то, в том или ином виде. Во всем мире. Конечно, и омлет тоже во всем мире на завтрак. Или отварное яйцо. Поэтому вот привычка завтракать и привычка завтракать правильными продуктами, которые дают длительное насыщение. И ведь это очень важно, чтобы ребенок ушел в школу сытым и до часу, до двух часов, в общем-то, чувствовал себя комфортно и не думал о том, куда сбегать, где перекусить, каким вендинговым аппаратом воспользоваться для того, чтобы как-то себя порадовать. А уж в летний период это также немаловажный акцент. Ребенок должен позавтракать и дальше до обеда у него большая активность. Конечно. То есть, если это брать места организованной торговли, не то, что торговли, отдыха, лагеря, если коротко, то есть, соответственно, детей в большом количестве задействуют в тех или иных мероприятиях. Поэтому, конечно, у него должна быть энергия. Конечно. Они, как правило, забывают уже о еде, но чтобы забыть о еде, надо быть сытым. Надо быть сытым. Конечно. Хорошо. А тогда, знаете, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в отношении запаса витаминов в течение лета, бабушки, дедушки, родители, все пытаются накормить свое чадо максимум из возможного, у кого есть возможность выращивать на своих грядках, у кого нет, покупает. Но, тем не менее, вот этот запас витаминов, он возможен? Это вообще актуально? То, что в летнее время возможность употреблять пищу, богатую витаминами, это, безусловно, факт, а вот то, что можно запастись на полгода или на год такими витаминами, это, к сожалению, миф. Витамины как быстро усваиваются, так быстро, в общем-то, и выводятся из организма. Организм не способен на какой-то длительный период накопить и держать. Накопить и держать в себе эти витамины, как верблюд, да, в горбах, и расходовать, абсолютно, и расходовать по мере необходимости. Точно так же мы не можем поесть впрок. То есть мы должны есть, подразумевая сегодняшнюю нашу активность. Нельзя употреблять пищу впрок. Каждый день в данный момент, как нам рекомендуют психологи, со своей стороны, но организм, получается, устроен ровно так же. Абсолютно. Да, то есть вот что называется, получил, переварил, и дальше следующий прием пищи, и так до бесконечности. Такое, как доменная печь. Вы правы. То есть впрок нельзя. Скажите, пожалуйста, но тогда можно расценивать вот этот летний период, и впереди у нас богатая на фрукты, овощи осень, все равно как период для восстановления ресурсов организма. Конечно, для отдыха, для восстановления ресурсов. Витамин D, который летом, безусловно, ребенок получит гораздо больше, чем, ну, просто по климатическим особенностям, чем в осенне-зимнее, да, серое время, но... Ольга Борисовна, как вот себя уберечь ребенка и родителя, и родителю своего ребенка? Какие дать рекомендации? Потому что в обнаженном виде на солнце здорово, но ограниченное количество времени. Это не здорово, к сожалению. Расскажите. Да, обязательно и детям, и взрослым показано так называемое кружевное солнце. То есть обязательно головной убор, обязательно, если вы где-то совсем в жарких краях, это тенты. Прямые солнечные лучи, конечно, очень опасны, но это общие, понятные, в общем-то, вещи, они везде написаны. И обязательно пользоваться солнцезащитными кремами. С высокой степенью защиты. С высокой степенью защиты. Особенно детям и взрослым людям, белокожим, рыжеволосым, которые моментально сгорают. И это не только косметический дефект, это, в общем-то... Большая угроза для здоровья. Да, но об этом онкологи расскажут. Совершенно верно. Но мы должны предупредить о том, чтобы об этом не забывали. К сожалению, это не появляется на следующий день и через год. Вот здесь как раз накопление негативного влияния ультрафиолета идет годами. И вот это проявляться может после 30-40. Меланомы возникают вот после... Ну, уже в зрелом, в общем, возрасте. И уже открутить назад нельзя. Невозможно. Поэтому бережем наших детей с детства, используя вот этот весь комплекс. Конечно. Для того, чтобы... Достаточно даже через солнцезащитный крем витамин D, к счастью, поступает. И, вернее, ультрафиолетовые лучи поступают, и витамин D вырабатывается. То есть я бы, знаете, как сказала, что тогда можно, наверное, сформулировать так, что ярко-коричневый ребенок это нехорошо. Это нехорошо. Для здоровья. А мы сейчас говорим исключительно для здоровья. Если это не его этническая особенность, если он мулат. Да, конечно. Особенно, еще раз повторюсь, это белокожие, рыжеволосые дети и взрослые. Но, к счастью, с годами уже это, мне кажется, понимание приходит. И сейчас уже редко можно увидеть лежащих под прямыми солнечными лучами в 12 в час дня. Знаете, вот я бы не была столь оптимистична. Бесстрашные люди. Потому что, да, у меня, к счастью, была неделя отпуска, и я была, имела возможность быть в Краснодарском крае. И, знаете, очень небольшое количество людей уходят под тентой вот в это дневное время. Жаль. Но мы будем об этом говорить, будем предупреждать, потому что это действительно очень важно. Знаете, о чем хотела бы спросить, Ольга Борисовна, в отношении мер безопасности по поводу продуктов, которыми летом мы кормим наших детей. Да, то есть у нас большое количество овощей и фруктов, которые наверняка, и мы об этом с вами знаем, нужно тщательно мыть. Большое количество зелени. У нас жаркие дни, и вся молочная продукция, и тот же, те же творожные сырники, запеканки, кефиры, смузи и так далее, тоже требуют определенных норм хранения. Конечно. Вот на что обратить внимание летом, чтобы не отравиться самому, естественно, не, да, то есть отравить свою семью, и, возможно, уберечься от кишечных инфекций. Ну, как зимой, это в работу вступают травматологи, люди подскальзываются, падают, так летом, конечно, это вот время инфекционистов, когда острые кишечные инфекции более широко распространены, чем в другое, в общем, в другие сезоны. Такое холодное, прогладное время. Ну, прежде всего, нужно мыть руки, когда вы садитесь за стол, дома ли, в пионерском лагере ли, конечно, руки необходимо мыть. Перед едой обязательно можно мыть руки и перед какими-то другими событиями. Как можно чаще. Ну, да, как можно чаще. И если вы, где бы вы ни купили овощи, фрукты, зелень, вы все перечислили, конечно, необходимо тщательно промывать. И, в общем-то, вот как раз санитарные врачи советуют еще после того, как вы помыли, сполоснуть еще раз. Ну, вот еще раз, как бы, теплой водой вы помыли, потом еще прохладной водой сполоснули. То есть лишним перья... Это лишним мытье не будет. Мытье никогда не будет. Да, лучше вымыть три раза, чем не вымыть ни один раз, потому что на овощах, на фруктах, на зелень остаются частички земли, частички тех людей, которые транспортировали... Ну, кожи и других. Это все продавали, конечно. Продавали, перевозили, собирали. И мы не знаем, какой долгий путь проделали те или иные продукты и с кем они сталкивались на этом своем длинном пути. Поэтому, я думаю, это никого не нужно убеждать в том, что все, что не обработано, все, что не подвергалось тепловой обработке, а употребляется в сыром виде, должно быть тщательно вымыто. Хорошо. Ольга Борисовна, я, знаете, тогда вот в следующей части нашего разговора хотела бы уже немножко то, что называется, развернуть вас ближе к институту, которым вы руководите, потому что жизнь, те вопросы, с которых мы начали, это то, что волнует каждого и актуально для каждого вне зависимости от. Но у нас есть, к сожалению, статистика про то, что большое количество детей склонны или уже приобрели такие заболевания, как ожирение и сахарный диабет. Соответственно, вот у меня написано, что как раз эти заболевания эндокринной системы входят в наиболее распространенные отклонения у детей. Скажите, пожалуйста, вот женщина готовится к материнству, имеет лишний вес. Что ей нужно предпринять, какие действия осознанные предпринять, чтобы не просто выносить ребенка, а чтобы дать своему ребенку здоровье и не передать ему на генетическом уровне ряд заболеваний, связанных с эндокринной системой. Возможно ли это? Так, к сожалению, не передать или передать какие-то склонности или какие-то мутации, которые есть у женщины, она на это повлиять не может. А вот привести себя в порядок перед беременностью, похудеть, если это необходимо, это, конечно, обязательно. Надо сразу сказать, что женщины, имеющие избыточную массу тела, а тем паче ожирения, у них риск забеременеть снижается. Поэтому, когда женщины с избыточной массой тела приходят к шарам-гинекологам с жалобами на то, что они не могут забеременеть, первая рекомендация от этих врачей гласит о том, что вам бы надо, в общем-то, сбросить вес. Сбросить вес. Ну, потому что есть определенные закономерности, и полные женщины, не могу сказать, что они беременеют вообще, но беременеют гораздо реже, чем женщины с нормальной массой тела. И, наверное, тяжелее выношевают ребенка. Безусловно, конечно. Нагрузка и на ноги, и на суставы. Женщина, имеющая вес, при том она еще на 10 минимум килограмм поправится, а то и на 15-20. Поэтому для женщины это тоже непростая история. И у полных женщин, как правило, ну, во-первых, у них есть очень большой риск заболеть во время беременности гестационным сахарным диабетом. То есть очень часто, он так и называется, гестационный, имеющий отношение к беременности, у женщины, у полной женщины повышается уровень сахара и натощак, и после еды и участия женщин этот гестационный сахарный диабет после родоразрешения проходит, а участие женщин он переходит уже в сахарный диабет второго типа и требует уже медикаментозной, в общем-то, поддержки. И такие женщины, как правило, вынашивают крупные, вот крупных плодов. Ну, норма в нашей, в Российской Федерации, это от 3 до 4 килограмм, это здоровый ребенок. Все, что выше 4 килограмм, это, конечно, трудно и, в общем-то, родить такого ребенка. Конечно, и выносить и родить. И акушерские различные могут быть осложнения у ребенка. И ребенок с крупной массой тела при рождении гипотетически более часто уже в своей жизни во взрослом состоянии будет склонен к сахарному диабету второго типа. Скажите, пожалуйста, а передается ли генетически сахарный диабет? Да, сахарный диабет второго типа, тот диабет, который связан с избыточной массой тела, он, как правило, наблюдается в нескольких поколениях. В отличие от сахарного диабета первого типа, которым болеют более молодые, ну, болеют дети и молодые взрослые. А сахарный диабет второго типа это история все-таки уже 40+. Детей с сахарным диабетом второго типа у нас в стране очень мало, меньше тысячи. В отличие от сахарного диабета первого типа аутоиммунного заболевания, которого у нас вот в нашей стране около 60 тысяч. И, к сожалению, это заболевание имеет тенденцию к увеличению. Вот у меня даже есть такой график. Если 13 лет назад у нас вновь заболевало порядка 4 тысяч в год, вновь диагностированных детей с сахарным диабетом было первого типа, то вот в последние годы это уже более 8 тысяч детей впервые заболевают с сахарным диабетом первого типа. Повлиять на это невозможно. Во всем мире тенденция к увеличению и заболеваемости, то есть вновь выявленных случаев, и распространенности. То есть это все дети, которые имеют это заболевание до 18 лет. Повторюсь, это около 60 тысяч уже детей в нашей стране с этим заболеванием. Да, то есть цифра растет. И около 300 тысяч взрослых, перешагнувших рубеж. 18-летние, это дети, которые заболели, это и взрослые, вернее, которые заболели в детстве, и взрослые, которые заболели в 19-20. Но, как правило, это все-таки до 30-35 лет манифестирует заболевание. Поняла. Знаете, тогда такой вопрос. Мамочка выносила ребенка, родила ребенка, ребенок укладывается в нормы. От 3-4 до 4 килограмм. Дальше родители очень радуются, когда есть две вещи, да, то есть вещь, которая очень печалит родителей, когда ребенок плохо кушает, да, и в этом случае я слышала мнение о том, что если ребенок плохо кушает или не доедает в детстве и так далее, то, значит, в дальнейшем он будет склонен к ожирению, то есть организм как бы начинает бояться и запасаться. Правда ли это? И вторая история. Ребенок хорошо кушает, и мамочка радуется, кормит, и малыш просто пухнет на глазах. Аналогично. Нужно ли этого бояться? Нужно ли останавливаться? Вообще, где есть норма? Вот что хорошо, а что плохо? И что чем грозит? Вы правы, совершенно полный, пухлый ребенок с перевязочками, с хорошими ручками. Да, очень аппетитный, но... Да, радость мамы, особенно бабушек и дедушек. И такие дети изображены на картинах, да, даже вот на... Здоровый, счастливый малыш. Здоровый, счастливый, пухлощекий малыш. Но скорее это опасная ситуация, чем, в общем-то, ситуация вот такая благоприятная. За что ратуют сейчас все педиатры? То есть необходимо ребенка кормить грудью. О чем... То есть на грудном вскармливании очень редко дети вот... Превращаются в пухляша. В пухляши. Не скажу, что это совсем невозможно, но, в общем-то, это скорее нет, чем те дети, которые находятся на искусственном вскармливании, потому что... Ну, так природа уже придумала, что вот он берет от матери столько молока, сколько ему нужно. Нужно организму. Ведь это не взвесишь, да. Вот он сколько ему нужно, он столько молока, в общем-то, грудного молока и съест, да. И сейчас, в общем-то, во всем мире и в нашей стране сейчас прям пропагандируют, что женщины, пожалуйста, кормите своего ребенка грудью, ну, как минимум до года. Это помимо того, что вы делаете благо ребенку, вы профилактизируете у себя рак развития молочной железы в дальнейшем, потому что есть... Не буду заходить на поле до онкологов, но однозначно, те женщины, которые кормили грудью, риск развития у них рака молочной железы ниже, снижается. Поэтому вы делаете два... Благих дела. Да, и для ребенка, и, в общем-то, для себя. Безусловно, нужно вводить вовремя при корме, потому что грудное молоко хорошо, ну, там, до шести, до семи месяцев. Потом необходимо вводить и мясо, и фрукты, и каши. Но это все нужно не... То есть, если ребенок отказывается и не ест, не нужно насильно за папу, за маму, еще ложечку его кормить. То есть, ребенок умнее нас, и он съест столько, сколько ему, в общем-то, нужно. Хорошо. А вот дети, которые плохо едят, и миф про то, что в дальнейшем они будут склонны к ожирению, набору веса? Ну, я такого мифа, в общем, не знаю, но дети-малоешки действительно есть, и прежде всего нужно искать причину, почему этот ребенок вот не ест. И это врачи-гастроэнтерологи по большей части эти проблемы решают. То есть, самое главное, если ребенок растет в длину, сколько бы он ни ел, самый главный показатель, что ребенку этого достаточно, это нормальный рост ребенка в длину. Есть показатели, все педиатры их хорошо знают, что если ребенок в среднем рождается 50-52 сантиметра при рождении, он должен вырасти за первый год 25 сантиметров и порядка 75 сантиметров будет в год. Потом он растет в 12. То есть, есть определенные нормы, которые показывают нормальное развитие ребенка. Абсолютно. И если ребенок мало ест, но растет при этом хорошо, в длину, то, как говорили наши бабушки, были бы кости, мясо нарастет. Мясо нарастет, да. То есть, показатели роста гораздо важнее, чем показатели, в общем-то, веса. Но, Ольга Борисовна, тогда вот в продолжение темы такой вопрос. Ребенок хорошо кушает, да, то есть такой вот, но при этом хорошо набирает вес. И к школе, да, то есть идет уже в школу крупно оформленной. Потому что, к сожалению, проблема ожирения в детском возрасте у нас продолжает быть очень актуальной. И вы, как директор института, об этом, да, знаете, гораздо лучше меня. С чем связано, да, то есть вот такое заболевание, как ожирение у детей. И если ребенок подходит к переходному возрасту, вот в какие набат и в какие колокола должны бить родители, и на что обращать внимание, чтобы в переходном возрасте, если ребенок уже имеет лишний вес, это не переросло в ожирение и в еще больший набор, чтобы это стабилизировалось. Да, к сожалению, вы правы, ожирение растет. Растет в том числе и у детей, и растет тоже во всем мире. И этому есть очень много причин. И Всемирная организация здравоохранения придает этому очень большое значение. Да и мы этому придаем огромное значение. Да, и проводит разные исследования, и мы в них участвовали. И вот когда, например, обследовали детей только 7-летних в разных совершенно странах, то в разных странах эти проценты разные, но процент уже детей, имеющих не просто избыточную массу тела, а ожирение уже у 7-летних детей, как вы верно отметили, достаточно высок, гораздо выше, чем там 10-20 лет назад. Это очень много причин, нет одной какой-то причины. Ну вот давайте перечислим некий комплекс, который на это может повлиять. Если это не эндокринное заболевание, а именно то, что называется наел, как раз если мы возьмем все ожирение там за 100%, то детей, где действительно болезнь и ожирение вызвано эндокринными причинами, их меньше там 5%, а 95, а то и больше, это действительно нарушение, то есть неправильное питание, как бы это ни звучало, в общем-то, да, это сниженная физическая активность, это питание, не просто избыточное питание, это питание, ну не те продукты, пустыми калориями, то, что называется. Да, да, это широкое распространение в нашей жизни фастфуда, к сожалению, который... Газировки, опять же, то есть излишние сахара. Лимонады, это ну просто огромная, огромная беда, потому что во всех газированных сладких напитках, если вы посмотрите на этикетку, увидите, сколько там ложек сахара, и переведете это на сахар, то это покупать после этого уже просто расхочется, но это надо иметь желание, посмотреть, сколько вот в этом, да, в двухсот, там... Но ведь ребенку он не будет смотреть эту этикетку, понимаете? Да, поэтому это только родители, это семейная история, безусловно. Это совершенно верно. И люди приходят там в рестораны быстрого питания, фастфуд, то, что называется, и мы, конечно, как Роспотребнадзор смотрим, и все абсолютно за соблюдением норм качества и безопасности продуктов, из которого это готовится. Но рецептура-то та, в которой это огромное количество калорий, это трансжиры, так как это жирное, это майонезное зачастую, да, то есть это какие-то что-то в масле сделанное во фритюре, то есть это огромное количество пустых калорий. Польза для организма ноль. Но при этом, да, то есть человек, там, ребенок съел, получил, ну, я не знаю, я утрированно сейчас скажу, за один прием полторы тысячи килокалорий, да, то есть дальше организм это все переваривает, бог знает сколько, как в доменной печи, да, и в ужасе, да, находится от того, чем его накормили, и вообще, а это же получается постоянно. Конечно, да, поэтому мы ярые противники фастфуда, сладких газированных напитков, соки к ним, пакетированные соки, безусловно, конечно, но это уже привычки в семье, которые должны воспитываться с молодых ногтей, если мама и папа привыкли, глядя телевизор, употреблять, не думая, не считая, на автомате какую-то еду, ну, вот это же пошло все, да, из определенных ситуаций. Ну, то есть получается, что, смотрите, у нас цивилизация, да, то есть и глобализация, не побоюсь этого слова, принесла нам большой вред, ну, помимо удобства, принесло там человечеству большой вред. У нас появился пульт телевизора, нам не нужно вставать и включать телевизор, мы употребляем им, да, из... У нас появился лифт, мы перестали ходить по... У нас появился пылесос, который ездит... У нас повсеместная машина, автолюбитель. Да, автолюбитель, пылесос ездит, даже не надо с ним бегать по квартире и убирать. То есть вот эти, конечно, блага цивилизации, ожирение, это оборотная сторона, это то, за что мы платим, чем мы платим, за удобство, комфорт, за вкусность, которая минуту на языке, а то и меньше, и потом годами, к сожалению... Но ведь есть еще один дополнительный момент, который я хочу сказать, что люди настолько привыкли к и фастфуду, и кулинарии, что они практически перестают готовить дома, из понятных продуктов, то, зачем можно наблюдать и, соответственно, понимать, что и из чего ты делаешь. И здесь, знаете, я хотела бы сказать, во-первых, несколько вещей. То есть первое, Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание», мы сейчас, собственно, встречаемся, да, то есть ровно на этой площадке, мы ежегодно проводим большие исследования, и это исследование показывают разные социальные группы населения, их тревожности, их желания, их любовь к разному. И в том числе это и психологические исследования людей, что они предпочитают кушать, почему, и как вообще у них все устроено. И знаете, что они показывают? Люди, так как проекту уже шесть лет, шестой год, уже мы рассказали за шесть лет, как правильно, что нужно, сколько белков, жиров, углеводов. Помните, один белок, один жирок, четыре углевода, совершенно верно, наша рекламная компания, да, то есть огромное количество интервью, которое со специалистами мы делаем, мы готовим в прямых эфирах с шеф-поварами, мы рассказываем про то, что здоровое питание, это просто полезно, доступно, то есть люди знают, 78% населения знают, о чем идет речь, и как надо. Но знание отдельно, а тарелка, которую человек себе кладет, да, и за которую он садится кушает отдельно, это его частное пространство, это его территория любви. Он знает, что половина должны быть овощи, но это будет завтра, а сегодня я... это его территория любви, его пространство, которое он говорит, уйдите, вот психологически, дайте мне делать, как мне вкусно, и как мне хочется. И поэтому вот это вот разделение действия и, соответственно, знания. Ну, в психотерапии это называется прокрастинация, когда ты все время собираешься, ты все знаешь, но при этом ты ничего не делаешь. С понедельника. С понедельника. И откладываешь на там завтрашний день. Это получается с одной стороны, а с другой стороны у нас блага цивилизации, и человеку можно вообще не думать ни о чем, да, прийти домой, и даже можно не варить картошку. Он просто заказывает доставку, и через там 15 минут у него любой продукт, супы и так далее дома. С третьей стороны у нас общество, которое очень, ну, я бы сказала, внимательно относится к семейным ценностям. И до сих пор в нашем обществе на первое место выходят именно семейные посиделки за обеденным столом именно с едой, которая должна быть приготовлена своими руками, да, и общение за этим столом. И поэтому вот есть разные вещи, которые, знаете, каждая из них объяснима, но они друг с другом очень плохо стыкуются. вот на что семье, взрослой семье родителям обратить внимание с точки зрения своей собственной ответственности перед ребенком и перед собой, и перед ребенком за его будущее здоровье, за то, как он будет сформирован, чтобы у него не было предрасположенности к эндокринным заболеваниям, да, то есть, если они не переданы генетически, чтобы у него минимизировать предрасположенность и к полноте, то есть, к избыточному весу и к ожирению, то есть, вот есть ли некий набор действий родительских, которые должны происходить? Вы очень хорошо сказали, что наша страна это страна семейных ценностей, опять же, повторим, этот год, год семьи, и если возвращаться к семейным посиделкам, то я уже знаю очень много примеров, когда вот эти традиционные такие с избыточным питанием посиделки уходят на второй план, все-таки люди сейчас собираются, они, не знаю, играют в какие-то игры, устраивают конкурсы, они собираются на свежем воздухе, и питание как бы уже отходит на второй план, нужно на первый план, безусловно, ставить некое эмоциональные другие вещи, общение, игры, ну, назовем это так, какие-то активности, если это весенний-летний период, это активности, связанные, ну, просто с передвижением на лужайке, да, сейчас очень много семей организуют велосипедные прогулки, куда-то выезжают на пикник, много продуктов с собой как бы не повезешь, то есть все, что вот в рюкзаке, да, то есть очень много сейчас семей, и ваш вот проект, наш совместный проект за шесть лет, я считаю, ну, невозможно переломить ситуацию ни за день, ни за два, а вот это капля за каплей, постоянная работа, постоянная работа, очень многие смотрят, абсолютно просветительская работа, и я считаю, что нужно вот этот очень важный урок о важном, который ввели сейчас в школе, надо больше проводить уроков, которые вот рассказывают в том числе о правильном питании, о важности физической нагрузки, и помните, ведь еще будучи главным санитарным врачом, да, господин Онищенко вел три урока физкультуры в неделю, то есть было два, три, сейчас я знаю, что многие заменяют, но на государственном уровне нужно, чтобы дети больше двигались, сейчас строятся стадионы в школах, чтобы дети в теплое время года выбегали на переменах, ну просто бегали по этому стадиону, играли, там, баскетбол, футбол, то есть надо использовать все возможности, а посмотрите, сколько построили площадок, ну по крайней мере в Москве, да, не только в Москве, по стране, я езжу в командировки, да, и люди действительно занимаются, то есть выйти во двор, и не сидеть на скамейке, а там поподтягиваться, поделать какие-то упражнения, ведь это сколько делает государство для того, чтобы привлечь как бы людей и сделать доступным эту физическую активность, и лучше не на самокате, электросамокате, да, а на велосипеде передвигаться, зарубежные страны дают нам в этом, ведь очень хороший пример, сколько людей передвигается на велосипедах, и делаются в наших городах велосипедные дорожки, то есть нужно сделать это доступным, понятным, привлекательным, чтобы быть встроенным было не просто красиво, а было модно, и многие работодатели... Я бы сказала, чтобы это было нормой, чтобы это было нормой, да, ни в коем случае не пренебрегать людьми, не ущемляя никого, ни в коем случае, мы же сейчас не говорим про красоту, да, то есть мы говорим про здоровье, исключительно говорим про здоровье, про здоровье, конечно, и быть стройным, это здорово, это легко, недаром есть такая организация, вы знаете, Стройная Россия, которая тоже со своей стороны всячески пропагандирует, и действительно Россия должна быть стройной. Ну, смотрите, у нас наш слоган, ну, девиз нашего проекта «Здоровое питание» просто полезно, доступно, и мы как раз специально это сформулировали, потому что мы столкнулись в первый год нашей работы в 2019 году вот с этим мифом, ну, собственно, на котором жили в 2019 году большинство, это про то, что здоровое питание это очень дорого, это доступно, только для богатых, для людей, которые не сильно заняты, это, как правило, невкусно, да, то есть, и это очень сложно по приготовлению. Все эти годы мы совместно с вами развеивали эти мифы, и у нас огромный портал здоровое питание.рф, собственно, трансляция, на котором сейчас и идет, и соцсети проекта, и свои телевизионные проекты, и радио, и огромное количество партнеров, и что нам говорят вот эти вот прожитые годы в проекте, о том, что, вы совершенно правы, вода камень точит, о том, что мы, например, у нас наши большие друзья и партнеры, это ВДЦ Орленок, да, где мы ежесменно в течение года проводим большой фестиваль национальной кухни России, и мы сначала, когда запускались, мы боялись, что детям будет неинтересно, детям будет скучно. Не верили в успех. Мы, ну, не то, что не верили, но мы сомневались в этом формате, насколько он будет востребован. Знаете, это, например, этот формат превозошли. Совершенно верно, имеет потрясающий успех, потому что все лагеря, входящие в ВДЦ Орленок, устраивают батлы, готовят определенную пищу, мы для них разрабатываем уроки, открытые уроки, которые преподаются детям, эти же уроки потом выгружаются в МЭШ, и каждая школа, каждый учитель может использовать эти уроки в своих внеклассных часах, да, то есть, как в дополнительном образовании, то есть, поэтому это востребовано. И дети, которые возвращаются домой, и на следующий год приезжают, например, в Орленок, они рассказывают, и мы снимаем, снимают сами стрит-токи, и какие-то риал-сторис выкладывают в соцсетях в своих, и нам пересылают о том, как они дома практикуют, и, собственно, рассказывают своим родителям, и обучают своих родителей, то, чему их научили, то есть, это, еще раз, вода, камень, то, очень великолепно, да, поэтому... И каждый ребенок, побывавший в Орленке, расскажет своим одноклассникам, которым не посчастливилось там быть. Ну, знаете, у нас, например, наши большие, опять же, друзья и партнеры, волонтеры-медики организации, вместе с которыми мы уже которое лето делаем проект «Здоровая смена», да, который также выступают нашими пропагандистами здорового питания, и, соответственно, всех тех кейсов, о которых мы рассказываем, то есть, людей, организаций, которые работают и несут эту информацию, уже на сегодняшний день много. И это, мне кажется, очень здорово, потому что это такой социально ответственный бизнес, который в том числе и социально ответственный бизнес, который также представляет эту информацию на своих площадках. И вот волонтеры-медики как раз помогали нам в проекте «Йот-айкью» сбережет. О, а я не знаю, например, об этом проекте. Да, они пропагандируют по всей стране, что нужно употреблять в пищу йодированная соль, что большинство территории нашей страны, большинство регионов, ну, так, так сложилось, что они природно не имеют достаточного, да, так называемые регионы с йодным дефицитом и пропагандируют употребление в пищу йодированной соли. У нас, к сожалению, еще нет всеобщего йодирования соли, но всегда в любом магазине можно купить соль йодированную и не йодированную. Обязательно выбор. И вот они объясняют, почему нужно покупать именно йодированную соль, чтобы в каждой семье на столе была эта соль. Ольга Борисовна, скажите мне, пожалуйста, а как приучить ребенка к морепродуктам и к рыбе? Потому что это очень важно. Это необходимые аминокислоты, это жирные кислоты, да, там, омега-3 и разные, это группа витаминов В, это, собственно, витамин Д, но дети, к сожалению, не очень любят. Ну, вы знаете, ну, вот по моему опыту, дети любят то, что любят их родители. Красно, я отдала от вас этой фразы. Если родители готовят дом и кушают, и сами едят рыбу, то ведь дети, они очень хотят быть похожими на своих родителей, на баб, на мам, и они просто не знают другого варианта. Это нормально? Это нормально. Это нормально. Друзья мои, я, знаете, хотела бы обратить ваше внимание, дорогие родители, вы, пожалуйста, думайте о том, что вы кушаете, что вы готовите дома, как устроен ваш быт, как устроена ваша семейная, если так можно сказать, коллаборация с бабушками и дедушками, потому что вот то, как живете вы, ровно так будут жить ваши дети. И если вы в своей семье плохо завтракаете или не завтракаете вообще, то витаминов и необходимого заряда не получаете вы и так же не получает ваш ребенок, если вы питаетесь фастфудом, если в вашем рационе много газированных напитков и пакетированных соков, если много трансжиров, если много кулинарной продукции и вы мало готовите дома, вы обрекаете себя на нездоровье и, к сожалению, обрекаете своего ребенка также на нездоровье и на формирование нездоровых привычек. Это для ребенка норма жизни. Он считает, что так нужно, так хорошо, ведь так делают его родители. И просто получается, что вы и мы знаем о том, что это не норма жизни, но, к сожалению, для ребенка это воспринимается как норма. И переломить дальше это убеждение будет достаточно сложно. А это здоровье вашего ребенка в первую очередь. Ольга Борисовна, поэтому, знаете, мне кажется, такой вот наш призыв к осознанности и к подключению и мозга, и воли к тому, как человек живет. Конечно, купить, заказать, купить фастфуд. Это проще, это безусловно, но для того, чтобы быть здоровым, немножечко надо потрудиться. И вы правы думать о том, что мы кушаем. И мне кажется, знаете, что еще очень важно? Вот к слову потрудиться не нужно относиться как к тяжелейшему труду, как будто это работа шахтера и полный надрыв. Это просто осознанность. Вы же это делаете для себя, а себя вы любите и уважаете. Ну, относитесь осознанно к тому, что вы употребляете. И потратьте лишние там 5-10, ну пусть 20 минут на приготовление чего-то дома, нежели на просто заказ фастфуда и сэкономьте, пожалуйста, деньги в своем кошельке. Да, да. Да? На постоянной основе, безусловно, домашнее питание дешевле, чем покупное, чем заказ. Ольга Борисовна, спасибо вам большое. У нас с вами так получилось, знаете, такой народный разговор, народное интервью. С точки зрения профессии, с точки зрения вас как директора института, да, то есть вот детской эндокринологии, что важно донести до наших родителей, бабушек, дедушек и еще? Какие бы акценты вы хотели бы сделать? Может быть, что-то я вас не успела о чем-то спросить? Ну, невозможно все в течение... Охватить в одном эфире, да. Невозможно, поэтому, безусловно, дорогие родители, измеряйте рост своего ребенка, и если вы видите, что ребенок растет нормально, то вы можете быть спокойны, значит, вы его хорошо... Да, при этом не полный, вы его хорошо кормите. Если вас что-то только беспокоит, пожалуйста, обращайтесь к педиатрам, к детским эндокринологам, мы всегда поможем, мы всегда в общем-то рядом, хотя детских эндокринологов в нашей стране не так много, но, пожалуйста, к педиатрам они отправят уже к специалистам нашего профиля. Ну, что, самое главное... Запасайтесь витаминами. Запасайтесь витаминами, берегите от избыточного ультрафиолета, одевайте шапочки, панамки. Мойте руки, мойте овощи и фрукты. Будьте здоровы и любите своих детей. Да, будьте счастливы, будьте здоровы, любите своих детей, любите себя, и пусть ваш летний период пройдет с максимальной пользой для вас и вашей семьи. С первым июня. С Днем Защиты Детей. Мы с вами прощаемся, наш эфир заканчивается. Я благодарю Ольгу Борисовну вас за то, что вы нашли время и возможность принять сегодня участие в нашем прямом эфире. Я уверена, что мы были полезны нашим телезрителям, и, соответственно, друзья мои, но я хочу к вам еще обратиться со следующим. Если вдруг остались какие-то вопросы, на которые мы не успели ответить, да, или их задать Ольге Борисовне, пожалуйста, вы можете это написать в комментариях к данному эфиру, и мы обязательно передадим это Ольге Борисовне с тем, чтобы, соответственно, вы получили полноценный развернутый ответ. Мы прощаемся с вами. Спасибо вам большое еще раз. Будьте здоровы. Всего доброго. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok